Повторяю, это у нас записывается событие дня, номер 506, эпиграф 1 Коринфянам 15-13, если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес, и это за 1 мая 17-го года. Ну и показываю я несколько роликов, которые представляю людям посмотреть «Истинная суббота» из Христового Воскресения. Вот так зарядите, вам не видно. Просто слова такие «зарядите», если в YouTube, и откроется. Дальше. Интересно, тут один, по-моему, начинает наше рассматривать. «Алёхин Артур». Уже два ролика поставил. Второй называется «Община Игнатия Лапкина» Никита Колесников. Ну, ведь из разных наших роликов выбирает, и конкретно об Никите. Дальше. «О духе лжи». Так называется. «О духе лжи». И вот вчера пишет мне одна душа. Н.Д. «Мир вам, Игнатий Тихонович. Пишу вам по поводу обустройства кухни и столовой летом в детском. Не знаю, как назвать. Лагерем-то нельзя. Назову это гостевыми домами для детей. Вы планируете в каждом гостевом доме организовать отдельную кухню? Это же отдельно. Надо оборудовать всё от и до. Представим, что так и будет. Это же надо купить плиту, холодильник, кухонный комбайн, оборудовать склад продуктов, посуду, всю необходимую утварь, тазики, рукомойники, клеёнки, полотенца, сделать столы и лавки, провести воду, чистый колодец, насосы и т.д. Всё это умножаем на 2 или 3 дома. Это огромный объём работы и денежных трат, которые надо успеть сделать за пару месяцев, а пользоваться этим всего-то полтора месяца в сезон. А ведь ещё надо успеть приготовить спальни, кровати. Кроме силы и времени вспомним про персонал. Порой в лагере с трудом находили одного кашевара, а тут придётся заниматься кухней нескольким людям в разных домах. А ещё кому-то надо печь хлеб, вести занятия и работать на огороде, водить детей купаться. Не будет же один кашевар бегать и готовить на нескольких кухнях. Позвольте предложить. В этом году в одном наиболее приспособленном доме сделать хорошо оборудованную кухню и столовую, трапезную. Там будут проводиться не только общие трапезы всех детей из разных домов, но и занятия, собрания и т.д. Трапезную нужно сделать большую, с учётом гостей, которых много приезжает на крещение. На веранде или в ограде дома под навесом. Для кухни необходимы цены примерные. Холодильник большой от 20 тысяч. Желательные морозильные камеры для рыбы, творога, ягоды – 20 тысяч. Плита с большой духовкой для выпечки высоковольтный кабель – это 15 тысяч. Две мультиварки готовить каши на завтрак – от 4 тысяч каждая. Комбайн кухонный от 5 тысяч. Провести проточную воду – это колодец, насос, слив, канализацию. Водонагреватель мыть посуду не в тазике, а тёплой проточной водой – 7 тысяч. Стиральная машина с загрузкой не менее чем на 6 кг. Стирать постельное, одеяло, одежду и т.д. – 18-25 тысяч. Это уже более 100 тысяч. Подключить водонагреватель в стиральную машинку, может, и умеет Андрей Устинов. И если одной общей кухни в этом году не будет хватать, то в следующем году оборудовать ещё одну. Возможно, я опоздала со своими советами. Простите, Христос воскрес. Я за это взялся. Раз Христос воскрес, то и всё будет по-другому, чем мы думаем. Мы же не к мёртвому обращаемся. Я пишу в ответ. Представим, вы говорите, что так и будет. Ответ. Воображение – первое качество любого лидера. Это и есть слово «представим». Меня снова будет судить, кастерить за то, что я раскрываю свои карты, в кавычке взятые, перед врагами, желающим нас стереть из памяти. «Потому только отвечаю открыто, почти ничего не скрываю, ибо открытость, как я понял, за 54 года открытого служения моему Господу Иисусу Христу, при Его всегдашней защите, что открытость нисколько не вредит, и даже вовсе наоборот, привлекает чистые сердца на нашу сторону, и они склоняют свой слух к слышанному на наших ресурсах и виденному, притом тут же видеозаписях». Так вот, ну, когда люди видят, в чем нужда, и предлагают сами помощь, а я вскроюсь, а чего я сделаю-то? Пенсия – 6523 рубля. Сначала о том, почему мне пришлось 19 июля 2016 года как создателю и несменяемому руководителю в течение 45 лет этого уникального православного детского трудового лагеря Стана в честь Климента Анкирского ликвидировать его, распустить обслугу из волонтеров. Нападки были далеко не те, что при коммунистах-людоедах. Это более изощренные, более монкуртизированные, полностью уже на службе у притеч антихристовых, проверенных и зато получающих небедно за свои труды, в кавычках. Это коллектив из явно с нечистой совестью безбожных людей в количестве 110 тысяч. У них и форма, и очевидная инструкция, что за цель перед ними поставлена, надзор, и они рады услужить врагам нашего спасения во Христе Иисусе, ликвидируют и детские лагеря массово, давят штрафами. Как правило, каждый штраф более одного миллиона. Севинальная юстиция, это не расходится в планах на приход зверя с начертанием 666. Им в услугу суды все, прокуратура вся, полиция вся. Сопротивляться тут абсолютно бесполезно. Нас не хватит даже на один зубчик и хацких шестеренок, в перемалывающей всех госмашине, всех нераспластанных под ними. Но это только начало, ибо они будут подновлять, расширять все время свои полномочия, писать новые законы яровых и ярых, более изощренные для них инструкции, исходящие из теневого народа. Сегодня они кинулись на детские лагеря. Потому и нужно опережать грядущее событие. Полиция нагрянула в 22.00.18.00, когда дети уже отошли ко сну. Лагерь Стан тут же опустел, ибо мы готовились к подобному исходу. Дети бежали в ночь в грозу. И уже на следующий день было собрано деревенское собрание, на котором я объявил о ликвидации лагеря Стана и передаче в дар деревни всех построек лагеря Стана. Нападки были в основном на кухню и на спальне. Но раньше было там что... Ну, смотрели там как-то, приходили коммунисты. Просто приедет там один-два, несколько поговорят, и ничего не трогали. Это коммунисты. Может, они более мягкие стали уже в конце. Но ведь мы-то с 73-го года. Еще 20 лет у них было впереди. Пока берем во главу наших замыслов 2 Коринфян 11-12. Чтобы не дать повода ищущим повода. То есть они... Вот приезжали, когда... То они только на кухне все брали анализы. И где дети спят. По двум пунктам. А что, мы сидим там, занимаемся, они проходили и даже внимания не обратили. Ну, там про пруд говорили, там анализы брали. Анализы. Ну, нигде ничего не запрещено. 200 лет там купаются в прудах. Тем более у нас не один пруд, а пять. Если сразу сделать в одном месте, как говорите, советуете, то недруги, пожалуй, смогут как-то ухватиться, что это тоже лагерь. Я читал про одну баптистка, уже пенсионерка. И она сделала у себя во дворе лагерь. Палатки поставили. Все разгромили, пришли. Оштрафовали во дворе. Потому и нужно распылиться, в кавычках, чтобы кухни и спальни были не в одном месте. Нынче мы сможем открыть прием детей и взрослых, по крайней мере, уже в четырех домах внутри деревни. Второе. Вы пишите. Вы планируете в каждом гостевом доме организовать отдельную кухню. Это же отдельное надооборудование. Все от, от и до. Отвечаю. Да, именно так. Далее вы говорите уже практически только о средствах. Тут уж придется держать ориентирное впереди, сказанное мною только что. По крайней мере, как хотя бы пока в этом году. Холодильники. Зачем покупать? У нас уже есть не менее трех. Плиты намерены купить. Плиты от электричества. Уже в этом месяце. Нужен только совет. Какой марки оборудования, чтобы быстро можно было готовить в непогоду. И подешевле. Три дома пока. Столько всего и нужно будет пока. Нужно учитывать, что везде у нас есть плиты, голландки. Топимся мы дровами. Уже дрова заготовленные. Уже пещи отремонтировали, почистили. И есть у нас две русские печи в лагере Стане. Третья. Гли, хлеб можно печь. Тоже все отремонтировано. Продукты на одном складе лабази хранятся. Да и никогда хранить продукты в одном... Это не было в разных местах. А с одного места получают и все. Да что там? Мука, крупы, вермишели, растительное масло, горох, манка. Ну, там что еще? Гречка. Что-то такое вот все. Перловка. Вот. Посуды хватает. Кастрюли прочего в достатке уже. Можем еще прикупить. Там кастрюля, что она строит? Выпросить у вас. Вот раз советуете, то и помогайте. Столы и лавки везде будут сделаны. Мы не делаем, потому что там еще нужно обклеить обоями. Ну, окна там промыть. А будет сделано так же, как было в лагере у нас в кельях. Рукомойники нужно достать. У нас есть один, но еще два. Это тоже немного стоит. Воду проводить не нужно. Есть один колодец с насосом. И вообще есть колодцы у каждого дома. Насос уже купили второй. На новый дом. В двух домах уже работают насосы. Постельная. По две простыни и наволочки. По-прежнему сами дети и все взрослые свои привозят. У нас никогда не было на людей. А матрасы, одеяло, подушки наши. Кашевары будут в каждом доме. Есть уже три. Или будем обращаться за помощью к деревенским, как было в прошлом году. Но они помогали вахтовым методом. Хлеб будут печь двое. Если на обе пищи, то это около семи. Еще я пищу семи здесь. Это у меня получилось. Семьдесят, восемьдесят булок могут в день дать. Булок, кирпичи. Раньше были по шестнадцать копеек. Занятия и собрания можно проводить и в поле, и в шалашей, на территории бывшего лагеря Стана. Гости самообслугой могут заняться, когда приезжают на крещение гости. Им там все дадут. На территории лагеря Стана бывшего. Там, для них. Канализация в деревне одна. Домик, сортир во дворе. В прошлом году мы уже построили на каждый дом из новых по два посадочных места. Не знаю, как назвать. На два очка, думаю, присапятся посадочных мест. Проточной водой для мытья посуды. Да помилуйте, где и в какой деревне это было испокон веков. Есть три стиральные машины и несколько бань. Так что расход вполне выносим. Продукты, вот моя задача. Далее. Я нигде не фигурирую, но советы могу давать. В каждом доме свой хозяин, и они там прописаны. И они приглашают. И на них родители будут выдавать доверенность и прочее. Но советы могу давать. А насчет того, что не успела дать советы, то есть пословица «Лучше поздно, чем никогда». Вот какой ответ. Ну и попутно я тут, после можно посмотреть будет, кто будет смотреть наши ресурсы. Какие? Вот первое – это Mail.ru. Мой мир, тут я в шапке. Там еще есть я с голубем. Туда не надо, сюда заходите. Легко общаться, легко регистрироваться. И тут вверху написано «Кристине-2», «Собачка-Mail.ru», «Моя почта». А то с книгами к вашей, там, координаты. И вот куда послать, и что за книги. Вот здесь заходите, здесь легко все давать. Далее. Православный форум Игнатия Лапкина. Здесь 1600 тем больших. Очень удобный, ну, профессионально сделанный форум. Просто профессиональный. Ну, делали программисты, ну, знающие свое дело. И далее у нас большой очень видеоканал. Ну, большой. Я посмотрел, она отсчет дает, и уже три дня, ну, ставлю по 7 примерно видео, оно не отмечается, дальше не идет, зациклило. 7 тысяч, кажется, 34. 7 тысяч роликов наших. Ну, и по плейлистам все разложено. Ну, просмотров 6 миллионов 180 тысяч 440. Подписчиков 6 тысяч 855. Нас отнесли к средствам массовой информации. И очень большой у нас ресурс. Православный библейский сайт. Во свете Библии. Вот тут есть разные вопросы, ответы 4124. Ну, и разбито это на 55 папок тем. И вот сегодня дальше мы начнем тему смотреть. Это о священстве. О священстве. Я вытаскиваю отсюда по вопросику, чтобы широко было видно. И отвечаем. Вопрос 1858. Сейчас я маленько подрегулирую. Почему нет сейчас у нас таких архиереев, которые бы воистину пробудили народ? Имеют ли они степени кандидатов в богословских наук, мирское высшее образование? Имеют. А все же нет в них чего-то. Это вопросы мне задавали. Я вел занятия в пяти университетах, техникумах, школах. Три радиопрограммы вел. И вот везде вопросы в милиции. На бумажке мне удобно было, чтобы прочитать. Ответ. Избирать нужно по таланту и по ревности. А сегодня нет у них ни того, ни другого. Они бесталантны и мертвы духом. Властность и корыстолюбие, трусость и гордыня. Это в них сегодня пышно светет. Сначала нужно выпросить у Бога подобного Григорию Чедотворцу. А он уж вымолит пастырей, а не псов, жадных душою, смотрящих на карман прихожан. Исайя 56, 10, 12. О, так. Как стражи их слепы. Все и невежды. Это не я говорю, что они бесталантны. Все и невежды. Все они немые псы, немогущие лаять. Бредящие лёжи, любящие спать. А зачем, если эта собака не лает? Она зачем на дворе? Она никого не охраняет. Кормить её? Это псы. То есть священники. Стражи. Псы. Жадные душой, не знающие сытости. Это пастыри бессмысленные. Бесталантные. Запомните, Исайя 56 глава. Это характеристика их. Все смотрят на свою дорогу. Каждый до последнего. На свою корысть. Приходите, говорят, я достану вина, и мы напьёмся секеры. И завтра тоже будет, что сегодня, да ещё и больше. Вот какой ответ. Вот какой ответ. Все, каждый до последнего. Это не я их там критикую или что-то. Это дух святой показал. Кто они такие? Александр Команский. 12 августа. Житие святых. Кавычки открыты. Святой же Григорий чудотворец, обладавший даром прозрения. Познал обитавшую в блаженном Александре угольщики. Уголь обжигал. Благодать Божию, делавший его достойным избрания на святительский престол. Встав со своего места, он уединился со святым Александром и стал спрашивать его, заклиная именем Божьим, говорить правду. Кто он? А у них умер епископ там. И надо было избрать епископа. Ну и несколько группировок были. Одни говорят, ну надо, чтобы был представительный, видный. Ну а чего такого избрать, как Геббельс, там смотреть не на что. Да хромает ещё. Ну а другие говорят, ну и надо, чтобы при деньгах был. Богатый был, но никак не меньше там Березовского. Где-то помочь, где-то что. А другие говорят, нет. Главное это, чтобы у него были знания, академию окончил там и прочее. И никак не могут. И один тогда и говорит, ну так не сходится, вам только Александрову поставить угольщика и всё. А Григорьевич Инаторец, а кто это такой? А ему говорят, да тут такой уголь обжигает. А где он? Он сразу ухватился. А да где он? Выглянули, да вон он стоит. Там тогда приезжали не на БМВ, а на ослах. Представьте, епископы к храму Христа Спасителя на ослах едут сегодня. Милиция охраняет, а там никто не охранял. И осла привязал и пошёл. А их отвязывали, уводили. Воровали. Угольщики были транспорта. А он, никто его не просил, он приходил и стоял и караулил. Я не знаю, с чем он, может быть, с палкой, с лопатой отгонял охотников на чужих ослах покатиться. Ну, он весь уголь обжигает. Какой? У него лица не видать, одни зубы да глаза блестят. Ну, и он говорит, приведите его. Его мигом схватили, как Иосифа, когда он сидел. Фильм показывает его со всех сторон, там женщины полностью голову натирают, виходками трут. Он такой головой крутит. Этого тоже обмыли, одели, перед фараона повели. А это перед Григорием Чудотворцем. И вот он его решил узнать. Отец сидит, спорит. А он решил узнать, кто он такой. Чтобы он рассказал. Святой Александр, хотя и желал скрыть себя, но не будучи в состоянии сказать неправду перед столь уважаемым святителем, и к тому же боясь клятвы, рассказал все о своей жизни. Как он, человек многосведущий, и для Бога так смирил себя и облег себя добровольной нищетою. Из беседы с ним святой Григорий убедился, что он отлично знает не только науки, но и священное писание. После этого святитель приказал своим приближенному отвезти к нему святого Александра, и там его вымыть, одеть прилично, и привезти снова на собор. Ну, значит, перевели его вначале так просто. А сам снова всем на свое место вел в это время Бога вдохновенную беседу. Спустя немного времени на собор был введен святой Александр, омытый, в светлой одежде, ищезвычайно благолепный видом. Все, видевшие раньше святого мужа, узнав его, не могли удержаться от изумления. А святой Григорий начал с ним беседовать, предлагая ему вопросы из священного писания. Святой Александр отвечал так благоразумно, что присутствовавшие не могли не признать его за человека ученого и разумного. Причем еще более удивлялись, зачем муж таких познаний скрывал свою мудрость, живя среди них, как последний невежда. В то же время они укоряли себя, что столь мудрого человека, смирившего себя ради Бога, осмеивали, почитая за безумного, то есть психиатрией там он был и прочее. Тогда все, бывшие на соборе, с радостью единогласно избрали святого Александра в епископа. В исполнении слов Господней и говорящих в Писании человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. 1 Царств 16.7 Святой Григорий, возводя святого Александра по степеням иерархическим, сначала посвятил его в Иерее, а потом в епископа. После посвящения в епископ он велел святому Александру сказать народу назидательное слово. Когда святой говорил по учению, то из уст его благодать Духа Святого истекала точно река, приводя сердца в умиление. И весь город радовался и славил Бога, имея такого учительного пастыря. И вот как избирали, когда в смутное время одни банды гуляли в России. Ну, разделились, а какого царя? И избрали, у кого и силы нету, там 16-летний мальчишка Миша. И вот Господь так сделал. Началось созидание российского государства с Михаилом. Михаилом закончится. Михаилом. Трижды, вот я попутно сказать. Царь Николай в пользу Михаила отрекся. И третий Михаил пришел, вы знаете, Михаил Сергеевич Горбачев. И этот конгломерат развалили. Все, ничего нету. И также в вере. По вере князь Владимир крестил. Второй князь пришел, лысый там, раскрестил. Ну и третий Владимир пришел. Который иконы целуют. Ну вот вопрос. Я его ответил. С житиями святых. Второй вопрос. Вопрос 2875. 14-й том «Открытым оком». Это из моих книг вопрос, и я их отдельно вывел. Слышал, что священнослужителям нельзя проливать кровь птицы и скота. С чем это связано? Ответ. Запрета такого нет в священном писании. А если бы и был, то он бы противоречил другим местам Библии, которая повелевает священникам резать скотину и птицу. У евреев и поныне есть специальные резники, шойхиты. Левитам 16.11. Вот я сказал, а теперь, да это что, священники кололи? Что вы придумываете? Да я отвечаю. Не я придумываю. Левитам 16.11. «И приведет Аарон тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой, и заколит тельца в жертву за грех за себя». Аарон, видите как, первый святитель, патриарх сказать. Вторая параллель Паминон 29.24. «И закололи их священники, и очистили кровью их жертвенник для заглаждения грехов всего Израиля, ибо за всего Израиля приказал царь принести все сожжение и жертву о грехе». Вторая параллель Паминон 30.17. Так как много было в собрании таких, которые не осветились, то вместо нечистых левиты закололи пасхального агнса для посвящения Господу. Он скажет, что это было в Ветхом Завете, но вот и в Новом Завете священнослужителю Петру повелено самим небом заколоть и есть. Деяния 10.13 и 11.7. Он сам говорит об этом. Он же не сказал новозаветнее Петр, что колоть нельзя. И был глаз к нему «Встань, Петр, заколи и ешь». А то я отвечаю вопрос «Заколи и ешь». Он же не сказал, а мне, я первосвященник там или кто, апостол, мне колоть нельзя. Нет этого. Если священнослужителям нельзя резать живность, то тогда логично было бы вынесен и запрет на употребление мясного. И было такое. Но церковь осудила подобный взгляд на пищу, как на препятствие служению Господу Богу. Подобное учение было объявлено бесовским. 1 Тимофея 4.1.3. Дух же, как вы могли сказать, бесовское, да разве это можно так? Ну, слушай внимательно. Дух же ясно говорит, что в последнее время отступят некоторые от веры, внимая духам-обольстителям и учениям бесовским. А какое оно? Через лицемерие лжесловестиков, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением. А теперь Гангский собор второе правило говорит. Если кто с благоговением и верой едущего мяса, кроме крови, идоложертвенный и удавленный, осуждает, как бы по причине употребления оного, не имеющего упования, да будет подклятвый, то есть проклят. Это кто скажет, что нельзя есть мясо такое-то, там, свинину или что-то, что не полезно, вредно, да, но не запрещено. Если заколать живность грех, то как может священник позволять иному делать сие? Иаков 2.8 Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как себя самого, хорошо делаете. Деяние 15.29 Ведь воздерживаться от идола жертвенного и крови, удавленины и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Себе-то не хотите, а как же другому? Соблюдаясь, и хорошо сделаете. Будьте здравы. Стихотворение. Как много везде безобразий творится, неправду на истину кляузу пишет. Разбойник в попах, перевертыш в милиции, оборотни судей достойной вышки. За все в Поднебесной ответственный кто-то, а я лишь за то, до чего мог коснуться. Глубокие корни у хрена сосотом. Сюда, чтоб зайти, хорошо бы обуться. Негодное поле сожжется огнем. Участи лучшее оно недостойное. Призов стучится, не просто намек. Живой да услышит, пока не покойник. Нет меры, счастлива за деянием власти. Дикая свора народ дожирает. Возмездие пламя никто не погасит. Дымится Чечня и начнется с окраин. А я, какова моя роль в этой мгле? Сумею ли высветить зло накануне? Добро лиходеям. Есть куча углей. Чьи корни глубоко в правительстве, в думе. Огонь облечения в статьях или в книгах. С трибуны конгрессов и круглых столов. Кого-то достигнет не сразу, не мигом. Во свете евангельском высветит зло. Кто истину зная, страшась, промолчит. С того будет взыскана кровь от погибших. Молчанию отыщется много причин. В любой ситуации будешь ты лишней. Живые пророки в любом переводе трусость, корысть выжигают дотла. К позорным столбам пусть подтащат отродье и спросят такой христианам талант. Господь, с обличительным глазом пройдись по зарослям в храмах, в епархиях душных. Из семени слова доявится жизнь. Да будем не лишними в деле столь нужном. Еще вопрос. Вопрос 1594. Шестой том открытым оком. А у меня этих книг 33. 30 из них в бумажном варианте. Каждый том 752 страницы. Мне иногда трудно вас понять. Это записка такая. Вы говорите то одно, а то почти тут же совершенно противоположное тому. Или я что-то недопонимаю. Но и отец Кирилл Сахар говорил, что у вас нет целостности. А я за кафедрой стою, и мне эта записка. Вы говорите о предательстве московской патриархии, о ее нелегитимности, о ее мафиозности и тоталитарности руководства. О декларации митрополита Сергия Строгородского. И о господстве там повсюду всепроникающей лжи, корысти и трусости. И тут же запрещаете своим братьям, проповедникам, говорить об этом открыто в вашем храме. И похоже, что такого же мнения и ваш родной брат, отец Аким, он тоже запрещает касаться московской патриархии. А что братья говорили только о Христе, о спасении во Христе. Разъясните это. Если там грех, почему же молчать-то? Ответ. Вы все поняли совершенно правильно. Обо всем, что касается московской патриархии. Нам храм дан не для того, чтобы говорить о великой беде где-то, а чтобы говорить о нашей общей беде. Что если мы столько слышим из Библии, из святых отцов, и все еще больше похожи на карикатуру по сравнению с первоапостольской церковью, то Бог может покинуть нас, и мы будем хуже тех, о ком будем говорить. А о том, что такое московская патриархия, уже сказано, уже напечатано. Да мы и видим это в здешних храмах, что там полная обмерщенность, вседозволенность, доступно доступа к таинствам, которые совершаются часто еще и неправильно, а изыщение всей массы прихожан. Мы говорим о том и стараемся помогать им, чем можем, чтобы они увидели эту беду. Но мы также стали замечать, что кто перешагивает какую-то невидимую грань, когда вместо братской помощи им, патриархийным, начинают заниматься только обличительством за глаза, к делу, не к делу, а потом и поношением, все и вся. И у этих обличителей неумеренных на первом месте Слава Иисусу Христу! Поношение все и вся. У этих обличителей неумеренных на первом месте становится разговор об укуменизии в МП, об ННН, то эти люди вскоре вдруг переходят в московскую патриархию и делаются самыми страшными лжецами, поносят тех, с кем они сами недавно были. С чем это связано, пока не могу сказать. Но думаю, что это общий закон нелюбви, несострадательности. Когда кто-то кого-то безжалостно судит и, видимо, в себе держит еще и мысль, что он-то уж явно не такой, как эти патриархийные КГБшники, то Бог покидает его и он впадает в ту же яму разбрата, против чего боролся, на то и напоролся. Так что тут как раз и есть у меня вся целостность. Во всем на первом месте ставить любовь к Богу и ближнему. Нужно держаться всегда золотой середины, как и святые отцы советуют. Нигде не зашкаливать, не перебарщивать, не пересаливать. Отец Кирилл говорил о моем отношении к иконописи, что я не разделяю старое письмо от нового, а вижу в этом только идею. Он же сторонник рублевского иконописания. Бог дал мне великий талант не целостности, в кавычках, быть христианином широкого профиля. И я этим дорожу и умножаю свой талант весьма перспективно. Это я уже отвечаю конкретно. Как это так? Вот отвечаю, как так? Вот у нас мы выставили номер один. Сейчас только что ролики пришли из Потеревки. Я их вчера выставил. Это Радоница, номер один, Радоница, на кладбище батюшка там молится со всей деревней. Номер один и номер два. И я подписал. Номер один это старообрядческое кладбище, а номер два не коньянское, мирское, как называли. И сразу же один выступил. Это каноны нарушаются, молиться за них нельзя. Это там раскольники старообрядцы, за них нельзя молиться, раскольники. А за Брежнева можно было молиться? А молились со всех храмов. Так это неверующие, душители. И за Сталина молился, за Сталина, главного изверга-людоеда. Патриарх Алексей Первый Семанский прославлял, прославляет такая и в журнале Московской Патриархии, это все напечатанное там за апрель, кажется, месяц ЖМП, журнал Московской Патриархии. Вот. В моей квартирке, я пишу, обратились в православие те из сектантов, кто сегодня не худшие батюшки и благочины в православии, а был бы я такой упертый, целостный, по-вашему, выставлял бы впереди себя всегда только целостные свои два перста, как староверческий знак, и проповедь свою ограничил бы их призывом «Переходите к нам, переходите к нам, переходите к нам, выретики». «То что бы успел я?» Павел говорит в 1 Коринфе 9,22 «Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных, для всех я сделал со всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых». 1 Коринфе 12,14 «Я ищу не вашего, а вас». 1 Петра 4,10 «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Стихотворение «Плач Еремии». Развалены здания роскошных дымятся, разрушены стены Сиона, а жители в рабстве позором томятся на дальних полях Вавилона. От храма, где золото ярко сияло, сверкали огнем изумруды, где богу хвалебная песня звучала, остались мусоры груды. Под пеплом в опрахе отчизна святая осталась подобно пустыне, и с криками птиц кровожадная стая над трупами вьется в долине. Все дико и пусто. С поникшей главою у стен разоренного града пророк утоляет страдания слезою и плач его сердцу от рада. Растерзанный в горькой тоске одеяния и волосы в пепле холодном. Над городом мертвым пророка рыдания разносится ветром свободным. Автор не указан, душеполезное чтение, 1891 год. Я составлял отдельные ролики из старинных журналов, не ролики, тогда были катушки, пленки. Дальше. Вопрос 1107. Третий том открытым оком. Но никто не спорь, никто не обречает другого, и твой народ как спорящий со священником. И ты пойдешь днем, и пророк пойдет с тобой ночью истреблю матерь твою. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священодействия передо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Разве обречать священников нельзя, если они поступают неправильно? Это ко мне вопрос. Ответ. Здесь дается описание состояния перед катастрофой, когда рушатся всякие связи, скрепляющие общество воедино. Обречать можно священников, ибо их сам Бог обречает. Обречали их все пророки, сам Господь более всего. Если бы сейчас выписать из Библии все, что говорится о священниках, то было бы примерно так. 99 раз Бог их укоряет и угрожает, а один раз говорит неопределенно. То есть как бы непонятно, то ли обречает, то ли нет. И несмотря на это, табель о рангах не позволяет запросто разговаривать со священником. К нему должно было быть особое благоговейное отношение. Даже по отношению просто к старшему этикет предусматривал скромность, потупленный взор. А все они не понимают. Нападают, ну, такие щенки, как Степаненко их называет. Серахов 7.14 Перед собранием старших немногословь и не повторяй слова в прошении твоем. Серахов 7.31 Бойся Господа и посчитай священника и давай ему счастье, как заповедано тебе. Серахов 32.9 Говори, юноша, если можно тебе, едва слово два, когда будешь спрошен. Почтение к священнику выражалось в первую очередь в отдании десятины каждым израильтянинам. Субординация не позволяла рядовому обречать офицера, рабу-дворянина, мирянину-священника. Но когда двери уже были сорваны бурей революции, наводнение войной, стоящей при дверях, тогда искали виновных, и священники получали от молчаливой массы сполна, до краев, под завязку, меры полные, нагнетенные. И дается причина этому народ, как бы очнувшись, понимает, священники нас не учили. И вот мы теперь гибнем вместе со священниками за то, что они нас не учили в ведении закона. И вот это все, о чем я говорю, нужно всегда подтверждать священным писанием. А сегодня сколько говорят, выступают, и как будто в Библии не видали, не знают. Иеремия 5, 31. Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого? Иеремия 6, 13. Ибо от малого до большого каждый из них предан корысти, и от пророка до священника все действуют лживо. Иеремия 23, 11. Ибо пророк и священник лицемеры. Даже в доме моем я нашел нечестие их, говорит Господь. Иеремия 14, 18. Выхожу я на поле, и вот убитые мещом, вхожу в город, и вот истоевающие от голода. Даже и пророк и священник бродят по земле бессознательно. Пророк и священник бессознательно и дальше корыстолюбиво. Так что ничего тут не придумано. И на сегодня это понятно. Такие же они остались. Вопрос 1886, 7-й том открытым оком. Если случалось, что священники не слушали добрых архиереев, то что с ними делали? Ответ. Или наказывали, или запрещали, или совсем отлучали. Было и похуже, что ослушников настигала смерть. Так что священникам есть что слушать. К евреям 13-17 Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они не усыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. 3-й Иоанн 1-10 Посему если я приду, то напомню о делах, которые они делают, он делает, понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви. Далее из 12-ти томов Дмитрия Ростовского «Жития святых» Геннадий 31-го августа призав от церкви, преданного грехам клирика своего храма. Посланный, придя в храм, стал перед алтарем, и, просержив руку, как гробу мученика, сказал «Святой мученик Елиферий, патриарх Геннадий возвещает тебе через меня грешного, что клирик Харисим, служащий в твоем храме, совершает многие беззакония и творит соблазны, посему ты исправь его или отсеки его от церкви». После всего на другое утро Харисим был найден мертвым. «Честь защитить достоинство жену, жилье, достаток, место у кормушки, быки рогами недруга прижмут, цыпленка коршун с высоты на мушку, баран с разбегу лбом по лбу соседа, копытом бьет легавый жеребец и голубь клювом долбит небезвредно, оставит пес на память нам рубец. Верблюд плюется, щиплет гусь, гусят, а в человеке скотный двор, зверинец, на нем зарезанный в егдашах висят, вся экология и мирный выстрел гринпис. Там, где учение Христа не прижилось, и сам спаситель нежеланный вестник, тысячи крат усиленная злость, не просто мухомор, но атомный навесит. Еще от Первой мировой войны не примерли израненные вдовы, но толстосум кидает измошны, подлодки выстроены и к войне готовы. Обезоруженный младенец не бессилен, таким и видится всегда христианин, невозрожденный от ярости сбесились и выбивает только клином клин. Завет спасителей из Ветхого Завета преображает в ангелов убийц и заговоры рушатся наветы, в прощении нашем потеряют смысл. Что значит филаретовы враги? То Божье, то Отечество, то наше придет к нам с Ятаганом Ибрагим, а к ним с мечом с Невы наш дядя Саша Александр Невский, а там Ибрагим это Враам сквитались, как считают угольками, и не на этом свете, а в гиене, пока что клацают зубастые клыками, собаки лютые на прошлогоднем сене. Вот такое стихотворение Господь дал мне написать. Вопрос 2338 10 том открытым оком. Это все в папке о священстве. Ваш брат давно знаком с вашим епископом. Как знаю из личного опыта, священники далеки от открытости со своими архиереями, скрывают истинные доходы и другое. Как лично у вас в РПЦЗ были ли конфликтные ситуации? Вот понимаете, вопрос задан, но чтобы его ответить, нужны данные. Чтобы раскрыть это, я отвечаю. Примером может служить жаркая ситуация, какую нам создала моя статья о мертвом церковно-славянском языке и о живом великорусском. Но Господь так устроил, что мы живы, читаем все библейское на богослужениях только на русском языке и радуемся в Господе вместе с убивавшим нас архиереем. Ну, а как так? Бог. Экклесиаста 8, 34. Не спеши уходить от лица его и не упорствуй в худом деле, потому что он, что захочет, все может сделать. Где слово царя, там власть. И кто скажет ему, что ты делаешь? А вот как устроялось дело. Христос посреди нас. Здравствуй, дорогой отец Аким. Получил письмо от вас от 21 января. Вы все же настаиваете, что статья Игнатия о слове, а она у нас в книге к истинному православию, там есть, от церковного славянского к великорусскому, совершенно безобидна. Докажите. А коли не беретесь, по что же припираетесь со мной? Это наш епископ Евтихий Курочкин пишет. Если бы это была не статья письмо Игнатия, так и подписанное письмо по такому-то поводу, пусть тысячи адресатам, у меня не было причин к срочным и решительным действиям. Главное, срочное и решительное. А это именно статья, причем человека, который бахвалится близостью к митрополиту Виталию, печатает свое фото вместе с ним. Благословение от него на свою деятельность рекламируют. Значит, статью должны принимать как одно из деяний зарубежной церкви. Но это же совершенно против мнения, против учения нашей церкви. Причем Игнатий именно клеймит всех безоговорок, всех ревнителей церковно-славянского языка. Это наглость. Как вы-то не можете этого понять? Или лукавите? Но ведь не глупые. Ведь разговор про русский богослужебный язык у вас мы заводили неоднократно. И в Потеряевке на часах считали псалмы в русском переводе. И я дал замечание и говорил, что в крайнем случае только по риме считать переведенное. Вроде согласились. Но в Барнауле опять же на часах псалмы считали по-русски. Вы что, не слышали? Вот то-то и оно понятно будет тогда, когда будем слушать и молиться. Ну вот почему же и Игнатий, и вы говорите-то другое? Как же можно пастырю и проповеднику лгать? И при этом Игнатий прет от себя с таким гонором, как непогрешим и ни в чем. Ну ладно, буду молчать. Тогда зачем же я и есть? Зачем? Чтобы хвалить? Уговор и дело хорошее. Но ведь Игнатию чем смиреннее говоришь, тем более он превозносится. Не слышит, совсем не слышит. На мои письма отвечает так, что я не могу понять, кому он пишет. Обвиняет в том, чего и не было. А про что спрашиваешь? Не ответит. Вы же сами, отец Аким, ставили передо мной вопросы. Первое, о перекрещивании. Второе, об истинном, о духе святом симолевере, духа святаго Господа истинного. Третье, о языке. Я их специально задал на соборе в Лесне, дал Игнатию ответы. Он опровергает своими статьями с нами ли он тогда? Мне никто не запретит. Ну что ж, воля твоя, гуляй свободным. Но твое мнение, это не мнение церкви. Церковь защищает и отстаивает свое учение, в том числе и таким способом, запрещая проповедовать иное. А коли не помогает, запрещение не слушается его, тогда единственный способ очистить свое учение, сделать явным и гласным, что такой-то непокорный проповедник отлучен, несет свое, а не церковное. И Игнатий, и вы видите в этих действиях злой, горделивый умысел, даже критику КГБ, тактику КГБ. Значит, мало смысле в церковной дисциплине. Оставляя Игнатию Тихоновичу один лишь способ исправления, точно так же, как публиковал и рассылал статью о слове, опубликовать и разослать по тем же адресатам разъяснения по поводу ее написания. Текст разъяснения согласованный со мной. Для согласования текста лучше было бы Игнатию приехать ко мне в Ешим. Я буду в Ешиме до 15 февраля, а потом уеду до 15 марта, так что надо будет после созвониться. Если еще что-то Игнатий надумает публиковать, пусть делает пометку, печатается без благословения епископа Ешимского и Сибирского и в Тихие. Иначе мне придется принимать новые меры прещения. Вас, отец Аким, придется отстранить от должности благощинного за обещание на вашем приходе. Что касается моего приезда к вам, будет зависеть от ваших действий. Не лукавьте и не выдумывайте своих подоплек моим действиям. Не пытайтесь приручить меня к своим выдумкам, противным соборному мнению нашей Церкви. Под ваш диктат я не пойду. Божьей милостью мне есть у кого спрашивать совета и искать руководство. Я имею в виду архиереев РПЦЗ. 24-25-26 февраля я был в Суздале, куда был приглашен архиепископом Лазарем на архиерейское совещание. Там я обнаружил полное попрание акта примирения с Одессой и Суздалем, подписанное на соборе в Лесне. Написал об этом рапорт митрополиту очевидно неизбежен окончательный разрыв со свободой и истиной лукавыми спутницами. Со свободой в кавычках и истиной в кавычки. Кстати, Игнатий Тихонович в последнем письме архиерея Валентина с Лазарем пришил к своим доказательствам моей неправоты, совершенно не зная сути дела. В конце своего письма я повторно требую лично от вас, отец Аким, подробного отзыва на статью о слове. Повторяю, если на наш сайт зайдете, библейский сайт «Восвете Библии», православный библейский сайт, то там раскрыта книга к истинному православию и сразу оглавление там о слове. Как получится? Ваша жалоба на свою недостаточную грамотность неуклюжая отговорка, лукавая. Крепить, спаять нас может только истина, простота, честность. А какой любви говорите с Игнатием, пишите, если оба утверждаете, мой указ не из статьи о слове, а из-за неприязни к вашему приходу? Это ложь! Кого бы я побоялся, чтобы выставлять причины неприязни, будь таковая, к вашему приходу? Какой выигрыш я имею от того, что статью использую лишь как повод? Моя цель удержать ваш приход от ухода из моей епархии из РПЦЗ. С какой целью? Куда? Чтобы мы не ушли в московскую патриархию. Вот моя цель, чтобы вы не ушли в московскую патриархию. Инакомыслие, вот это уход. А что словами, бумагами, объятиями, все внешнее, без внутреннего согласия, без единомыслия, в вере внешность не соединит. Будет эта внешность еще и сугубым грехом лицемерия. Игнатий свидетельствует сам о себе, утверждая, что знал мою реакцию на статью, какая она будет. Значит, открыто и нагло шел и идет на раскол. Ну, на раскол, то есть мы уходим в московскую патриархию. У митрополита Виталия, у других официальных деятелей РПЦЗ, то есть русская православная церковь за рубежом, есть статьи в защиту церковно-славянского языка. Почему же он не вступил в открытую полемику с ними, а под прикрытием внешним РПЦЗ пишет статьи, противные ее позиции и учению? Бросьте меня уговаривать. Исправляйте дело. Уговоры могут смягчить меня, но в целом в церковном деле навредят. Простите, если какая грубость мной допущена в письме. С любовью о Господе. Епископ Евтихий. 2 февраля 1995 года. Мы немного поясним. Есть такой писатель Георгий Черкасов Владимир. И он говорит, вот надо же говорить, какая у них война шла за русский язык. И как-то братья Лапкина сумели все-таки обратить к себе епископа Евтихий. И он сам занялся переводами. Это действительно так. И он боялся, что мы перейдем в МП, в Московскую Петрохию. А он первый туда и ушел. Туда и ушел. Пять лет был Домодедовским. А мы как были РПЦЗ по сегодняшний день. А сегодня это 2 мая 2017 года. Вторник. Вот как бывает. Борьба какая зашла. За что бы язык понятный был. А когда непонятно, я говорю, люди такие есть. И все. И он никаких мер не принял. Только погрозился. А потом тут об этом, об признании акта о каноническом общении. Там об объединении даже речи не было. А потом вся эта хитрость была такая. Ну, мирская хитрость. Простите, если какая грубость мой допущена в письме. То есть, сам он не знает, если. Если, то есть, он не думает, что все нормально говорил. Хорошо. Ну и ладно. Ну и, а как вы о нем хорошего мнения? Он 13 лет нас терпел. Терпел. Когда мы проезжали про него на благовестие, у него останавливались ночевать. Принимал он, благословлял и машину благословил. Вот. Мы рады. Он ни разу нигде не требовал ничего, как вот эти епископы местные Поборов. Не было этого. Это самый бедный епископ какой был. Он искренне любит Господа. Ну, вот такой, как есть, как было. Сейчас он на покое в городе Ишимы, там храм богоявленский, он там как настоятель, на покое, но епископ, но без права рукополагать кого-либо. Я так понял. Я стихотворение пишу. Защитникам быть сирых и вдовиц, покинутых, больных и одиноких, и от насильников спасти напавших на девиц, когда обиду видел и спасти бы мог их. Но иногда не приведи Господь, и сила есть, отчетливо все видишь, на расстоянии твой крик души и злость, но крыльев нет, и ты свидетель лишний. Живу по милости Господне не в столице, а на окраине. Имею голубей, из леса рядом злые террористы и похищают как чеченец злой людей. Что делать сястребом ума не приложу, советы нереальные отбросив, решаю сделать крест и осветить прошу. Остановить молитвы не человека просто. Не думаю, что крючконостый изверг мог видеть водружение распятия. Среди ветвей невидимый был выстрел и снайперу в молитве тот камуфляж попался. До этого не раз я видел в небесах, как нежная голубка добычей становилась. Теперь наш спор был на иных весах и чаша благодарности до алтаря склонилась. И только раз я видел между ветвей, как сиротивший нежных голубят летел за той межой не смел посметь и разворачивался отступая вспять. Такое повторялось и в деревне испытанное средство на готове молитва крест рецепт от самых древних и не к зенитке руки к Иегове. Умельно по утрам смотрю туда, где храм не скрижищу на ястреба зубами. Не устоит сто крат сильнейший тот тиран. Я защищен с моими голубями. Вот такое стихотворение мое. Мы крест осветили и больше он не воровал. Больше не залетал. Еще одно. Вопрос 3817 26 открытым оком. Если столь велика ответственность любого водителя, грузовика, самолета, то что сказать о духовном лидере, о священнике? Как эту дисциплину об ответственности за вверенные души преподают в учебных заведениях сегодня? А задают-то мне ответ. И я вам простой вопрос тоже задам. Скажите, когда и где учат ответственности в семейной жизни? Как смирить себя? Как ближнего твоего возводить к высшему совершенству? Да и вообще, где учат о смысле жизни, об ответственности за единственную такую хрупкую и столь неповторимую жизнь? Где? А вот из таких-то людей ставятся или пролазят духовные лидеры в попы и в президенты. Как принято говорить, двум свиням корм не разделят, а через день он уже и забыл, у какого корыта пропадал. И уже может зазирать старшего своего брата, который по понятным соображениям весьма удивился столь резкой перемене и взлету совершенно падшего младшего брата. Стихотворение «Хотел иметь я птичку и денег накопил, и вот на птичьем рынке я зяблика купил. Сидел мой зяблик в клетке и зернышки клевал, и как в лесу на ветке все пел и распивал. Ребята заходили на зяблика смотреть, и каждому хотелось такого же иметь. Я с зябликом возился, хоть было много дел, а через две недели певец мне надоел. Однажды я за город уехал на три дня, и он на это время остался без меня. Когда же из деревни вернулся я домой, лежал в пустой кормушке голодный зяблик мой. Я спас его от смерти, я выходил его и выпустил на волю живое существо. Хотят ко дню рождения мне подарить щенка, но я сказал, не надо, я не готов пока. Но кто же так написал? Это написал отец Никиты Михалкова, Сергей Михалков, автор старого и нового гимна. И бытие 4,9 я ставлю всегда как бы эпиграфы к стихотворениям. А что это за стихотворение? А вот какое. И, допустим, я за кафедрой объявляю, что в следующий месяц буду на каждый вопрос отвечать по Бесписанию, как всегда, по святым отцам, но и поэтами, разными поэтами. На каждый вопрос шесть поэтов из разных периодов времени. И вот здесь как раз мы попали на это. Бытие 4,9 и каждому поэту эпиграф. И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, но разве сторож брату моему. Псалом 144,15 «Очи всех уповают на тебя, и ты даешь им пищу, их свое время». Себя обиходит, и то не каждый сподобился, глядишь, и вовсе завалился спать нетрезвый. Тем более приучить всех трудиться и готовить пищу, вполне дающую силы духовную. Это без благодати Божьей, без помощи свыше. Как соделать? Дальше стихотворение. Что ты спишь, мужичок, ведь весна на дворе, ведь соседи твои работают давно. Встань, проснись, подымись, на себя погляди, что ты был и что стал и что есть у тебя. На гумне ни снопа, в закромах ни зерна, на дворе по траве хоть шаром покати. Из клетей домовой сор метлою посмел и лошадок задолг по соседям развел. И под лавкой сундук опрокинут лежит и погнувшись изба, как старушка стоит. Вспомни время свое, как катилось оно по лугам и лугам золотой рекой. Со двора и гумна по дорожке большой, по селам, городам, по торговым людям. И как двери ему растворяли везде, и в почетном угле было место твое. А теперь под окном ты с нуждой сидишь и весь день на печи без просыпу лежишь. А в полях сиротой хлеб не скошен стоит, ветер точит зерно, птица клюет его. что что ты спишь мужичок, ведь уж лето прошло, ведь уж осень на двор через прясло глядит, вслед за ней зима, в теплой шубе идет, пусть снежком порошит, под санями хрустит. Все соседи на них хлеб везут, продают, собирают казну, брашку ковшиком пьют. 1839 год кольцов эпиграф Серахва 20 глава 1 стих работник склонный к пьянству не обогатиться и ни во что ставящее малое мало по малу придет в упадок. Я лично испытываю многолетние преследования от попов завистников от архиереев бесталанных могут тебя подрезать перед властями им ничего не стоит голову авторитет снять. Чтоб не было следов повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте. Мой финиш горизонт, а лента край земли. Я должен первым быть на горизонте. Условия пари одобрили не все и руки разбивали неохотно. Условия таково, чтоб ехать по шоссе и только по шоссе бесповоротно. наматываю мили на кардан и еду параллельно проводам. Но то и дело тень перед мотором, то черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут, догадывают, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег с ухмылкой пресекут и где через дорогу трос натянут. Но стрелки я топлю. На этих скоростях песчинки обретают силу пули. Я сжимаю руль до судорог в кистях успеть, пока болты не затянули. Наматываю мили на кардан, еду вертикально к проводам, завинчивают гайки побыстрее, не то поднимут трос как раз к дешее. И плавится асфальт, протекторы кипят, под ложечкой сосет от близости развязки. Я голой грудью рву натянутый канат, я жив. Снимите черные повязки. Кто вынудил меня на жесткой паре, нечистоплотный в споре и расчетах, азарт меня пьянит, но как ни говори, я торможу на скользких поворотах. Наматываю мили на кардан, на зло канатом тросом проводам. Вы только проигравших в оризонте, когда я повелюсь на горизонте. Мой финиш горизонт по-прежнему далек. Я ленту не порвал, но я покончил с тросом. Канат не пересек мой шейный позвонок, но из кустов стреляют по колесам. Меня ведь не рубли на гонку завели. Меня просили миг не проворонь ты. Узнай, а есть предел там, на краю земли. И можно ли разминуть горизонты? Наматываю мили на кардан, и пулю в скат влепить себе не дам, но тормоза отказывают кода. я горизонт промахиваю сходу. 1971 год. Владимир Семенович Высоцкий. Первое Тимофея 4.8. Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Лука 13.30. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними. Слыша хуление со стороны недругого священства, только и подумаешь, а вот если бы мы были на их месте, и у нас бы вот такой же был бы бедлам, яралаш и базар, как у них в храмах, а у них был бы вот такой же порядок чинности исполнения писаний и канонов в церкви, как у нас сейчас, то они бы нам и взохнуть-то ведь не дали. На высокой стене размазали бы и законсервировали на сотни лет вперед, чтобы всем показать нашу никчемность. Вот они как раз натягивают мне трос на уровне шейного позвонка. Вот я полностью с этим стихотворением согласен, с этим Володей. А получается, что у них никакого порядка ни в чем нет, не работают с людьми, а хлещут через порог улицы. И у них патриархийный скотомогильник вместо кошары и вместо родильного дома. И они еще так изгаляются над нами. Ну, скотомогильник что означает? Мертвые, дохлые, непохороненные или хоронят там скотину. Господь, говорит, пришел к погибцам овцам Израиля. Давид, говорит, как скот был я пред тобою. Они кричат, они кричат, они грозятся, вот к стенке мы славян прижмем, ну, как бы им не оборваться в задорном натиске своем. Да, стенка есть, стена большая, и вас нетрудно к ней прижать, да польза-то для них какая, вот-вот что трудно угадать. Ужасна та стена упруга, хоть и гранитная скала. Шестую часть земного круга она давно уж обошла. Ее не раз и штурмовали, кое-где сорвали камня три, но напоследок отступали с разбитым лбом богатыри. Стоит она, как и стояла, твердыня смотрит боевой, она не то чтобы угрожала, но каждый камень в ней живой. Так пусть же бешеным напором теснят вас немцы и прижмут. К ее бойницам и затворам посмотрим, что они возьмут. Как не бесись вражда слепая, как не грози вам буй своих, не выдаст вас стена родная, не оттолкнет она своих. Она раступится пред вами и как живой для вас оплот, меж вами станет и врагами и к ним поближе подойдет. 1867 год Федор Иванович Тютчев Иеремия 21.13 Вот я против тебя жительница долины, скала равнины, говорит Господь, против вас, которые говорите, кто выступит против нас и кто войдет в жилища наши. Римлянам 8.31 Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Если бы была проповедь Евангелия, то разве возможно были бы эти истребительные войны, и то ли еще будет без истинной евангельской веры. Святает не в силах тоску превозмочь, заснуть я не мог в эту бурную ночь. Через реки и горы, и степи простор, вас, братья далекие, ищет мой взор. Что с вами? Дрожжите ли вы под дождем, в убогой палатке, прикрывшись плащом? Вы стоните ли в ранах, томитесь в плену, иль пали в бою за родную страну? И жизнь отлетела от лиц дорогих, и голос ваш милый навеки затих. О, Господи, лютой пылая враждой, два стана давно уж стоят пред Тобой. О помощи молят Тебя их уста, один за Аллаха, другой за Христа. Без устали дружно во имя Твое работает пушка и штык и ружье, но, Боже, один Ты и вера одна, кровавая жертва Тебе не нужна. Я вижу борцам негодующий лик, скажи им, что мир Твой хорош и велик, и слово забытое братской любви в сердцах обращенных враждой оживи. 1877 год опухтен. Еще эпиграф, потому что шесть стихотворений на один вопрос. Притча 30 глава 32 стих. Если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, то положи руку на уста. Еремея 18.8 Но если народ этот, на который я это изрек обратиться о своих злых дел, я отлагаю то, где зло, которым которое помыслил сделать ему. 1 Петра 3.13 И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Поясняю, народ заморен, проповеди почти нигде нет. А если где и говорят что-то, то проповедь как бы приложение к богослужению. Никакой возрождающей силы ты не имеешь. Призыва следовать за Христом без Писания как добиться? Сколько стоит фунт алих? Столько, сколько фунт хлеба? Если голод бродит тихо, сзади, спереди, справа, слева, лихо не разобьешь на граммы, меньше фунта его не бывает. Лезет в окна, давит рамы, словно речка весной пребывает. Еле стебли, грызли корни были рады крапиве с калиной, кони, славные наши кони, как казались сходящей кониной. Эти месяцы поражения и дни, когда теснили и били, нам крестьянское уважение к всякой крошке хлеба привили. Борис Луцкий. Эпиграф Матфея 15-27. Она сказала, так, Господи, но и псы едят, крохи, которые падают со стола Господь их. И на этом все сегодня. Так, ну-ка, кто-нибудь голос подайте. Кто-то был, слушал? Никого нет? Или кто-то есть? Неужели даже Роман ушел? Сергей Игнатов обычно до конца был. Никого нету? Все отключаю. Игра и fixed. Игра и идет и агент